Вопросы по бюджету. Мы бы хотели бы тогда узнать, почему у нас дефицит сохраняется, если не увеличивается, на фоне взрывного туристического сезона, хотя ближайшие к нам курортные зоны Юга России и Эдхуассе, но дефицит не закончился. Вы подождите, пожалуйста, минуточку. В прошлом году, сколько было копий сломано по энергетике, уже смеются над нами. Президент объявил ситуацию с энергетикой чрезвычайной, критической ЧС, чуть ли не объявил. Энергетики давали пресс-конференцию, все, руки подняли, расписались беспомощности. Мы направляли программы, программный продукт, направляли, по которому надо было отпускать средства. Сколько прошло? Месяц больше даже, наверное. Ни ответа, ни привета, извините за выражение. Вы в прошлом году, мы представили 100 миллионов. Вова, подождите, пожалуйста, я задам вопрос в еще неиспользованные, а только в запланированные 100 миллионов на этот год. Минек не просил уже вас дать эти деньги на текущие расходы? Просил? Слушайте, мы вам помогаем, вы еще нас упрекаете, я призываю наших коллег с чувством взаимной благодарности, с Кабмином, просто взять вот эту таблицу, вообще не по отдельности, а целиком проголосовать. И это будет очень правильно, потому что вопросы к прокуратуре, этому человеку вообще претензий не имею, но не пришел тот, кто должен, видимо, был прийти. И по вопросу и по 100 миллионам эта переписка бестолковая, по которой мы ходили в прокуратуру нас вызывать, давайте тогда туда углубляться. Не надо здесь заниматься взаимными упреками, иначе вообще сегодняшнее заседание, если честно, уже говорит, надо вот вам вам закончить, если на то пошло. Годному правительству. 130 миллионов, здесь косточку бросили депутатам обсуждать. Это здесь сложные уголовные дела, мой уважаемый Владимир Валерий. 130 миллионов рублей это новый расход. Я сказал то, что я сказал, вы можете... Давайте же, давайте же, давайте же, давайте же, давайте же, давайте же...